Всем привет, с вами Павел Благрянцев. Мы продолжаем семейную тематику. Мужики, держитесь! Сейчас будет тема противоречивая, сейчас посыпятся дизлайки, комменты, несогласия. И это хорошо, друзья! Значит, тема за дело, за живое. А тема у нас сегодня такая, что делать, чтобы жена не орала или можно ли вообще это предотвратить? Давайте порассуждаем на эту тему. Первое, что я хочу сказать, что женщина просто так никогда не орет. Вот просто так, потому что у нее не такой характер. Или потому что у нее все время плохое настроение. Женщина просто так не орет, не выносит мозг, не ругается. Потому что когда-то женщина была счастлива, возможно, когда она встретила вас, или когда была свадьба, или когда конфетно-букетный период выговорил. Она же была счастлива, или когда вы ее везете в отпуск на какой-нибудь остров, тоже счастлива. Но когда бытовуха орет, выносит мозг. Здесь нет сейчас виноватых, потому что со стенкой поссориться нельзя. И если есть конфликт, семье всегда виноваты два человека. Есть один агрессор, есть другой жертва. И не значит, что агрессор виноват, а жертва не виновата. Потому что позиция жертвы, это тоже такой, знаете, стиль поведения, когда «Ой, меня во всем убежают, я такой бедный, мне просто вообще...» Это тоже позиция жертвы, это тоже манипуляция. Поэтому всегда виноваты оба. Но мы сейчас не будем в психологии разбираться, как из этого выходить, справляться. Давайте про орущую жену поговорим. Итак, если женщина орет, это значит, что у нее внутри идет какое-то сильное несогласие. Ей некомфортно, может быть, жить, быть каждый день. Ей не нравится, ей не нравится ее самочувствие, ей не нравится ее отношения. У нее нехватка эмоций, нехватка чувств, нехватка еще чего-нибудь. Сколько угодно можно говорить, шутить на эту тему. Да-да, сейчас, конечно, давайте ваши шутки в комментарии про то, что может не хватать. Но факт остается фактом. Да, вы на себя посмотрите. Когда у вас все хорошо в жизни, вы орете на кого-то. То есть у вас всегда вы тоже кому-то выносите мозг, когда что-то не так. Причем бывает не очевидно, что человек, на которого вы орете, он ваш раздражитель. Бывает там какая-то сфера жизни настолько забыта, настолько она уже в пыли, и вы на нее не обращали внимания или не придавали значения, что вот как раз-таки вот та сфера жизни заставляет вас орать здесь, сегодня. И под ваше влияние попадают все остальные люди. Вот в чем дело. Давайте подумаем, какие же это сферы могут быть. Я вам сейчас назову одну сферу, из-за которой, скорее всего, это происходит. Есть такое слово «бытовуха». Что такое бытовуха? Я это называю как отсутствие диалога с человеком. Когда он прекратился? Прекратился, наверное, через 5-7 лет после свадьбы, у кого-то раньше. Поверьте мне, я вел свадьбы 7 лет. Я более 600 свадеб провел. И, друзья, я понимаю, о чем речь. Я понимаю, когда люди разводятся. Я понимаю, когда они счастливы на свадьбе и когда они несчастливы. Мне приходилось выгонять из квартир арендаторов людей, семейные пары, которые, смотря каждый день «Дом-2», также дома кидали тарелки, молодожены. Многое всего я видел. И я понимаю, где кроется, что где-то отношения и общение прекратилось. Подождите, подождите. А может быть, это общение вообще не начиналось? Ваше личное общение. Я вам приведу один пример. Я сейчас не хочу сказать вам какую-то формулу успеха, потому что формула успеха будет настолько очевидной, что вы просто скажете «Я зря потратил время на это видео». Но я вам все равно о ней скажу позже. Досмотрите это видео до конца. Недавно я участвовал в одном процессе, в одном обучающем процессе. Я не буду говорить, каком. Этот процесс был очень длительный, даже больше, чем год. И в этом процессе также принял участие один мой очень хороший друг, который во время этого процесса очень многое осознал и понял. По сути, он не понял что-то такого скрытого и загадочного. Он понял жизненные истины. Он это переосмыслил, пересмотрел. Он оценил ценность жизни, ценность отношений и ценность каждой секунды. И ценность того человека, который рядом с ним. Он переоценил свою жену. Произошла сильная переоценка ценностей. И когда он вернулся домой, он начал целенаправленно строить диалог со своей женой. И они сидели, общались так, как не общались никогда. Когда была абсолютная открытость, когда был искренний интерес друг к другу. Вы считаете, что вот любовь и чувства вновь вспыхивают вот просто так? Нет. Это большой труд, это большая работа. И начался диалог. И каждый день началась череда усилий. Я тоже в этом направлении иду, пробую. Может быть, я не так успешен в этом. Я не знаю, но я стараюсь. И я понимаю, что истинные взаимоотношения, они... Это работа. Друзья, это работа каждый день. Эта работа проявляется в поступках. Чаще обнимать жену. Слушать, говорить комплименты. Дарить цветы, мелочи. Это поступки. Но самое главное, не задаривать там подарками. Вот это все внешнее, там сюрпризы. Или вот там внешняя красота. Вы хорошо выглядите, она... Нет, это все внутри. Докопаться до сердца, до ее, понимаете? А что внутри? И возможно, даже она с первого разговора не скажет, что ей ценно. Но хотя бы говорить. А в чем для тебя ценность нашей семьи? А как ты это видишь? А куда мы пойдем дальше? А можешь, пожалуйста, сказать, а вот когда у нас был день свадьбы, вот о чем ты думала? А как ты представляла наше будущее? Надо уводить в чувства. Вот в эти чувства надо уйти с платформы ума, перевести все на платформу чувств и вспомнить вот это. И вот там вы можете найти дорогу к сердцу, когда другой человек откроется. Ведь цель какая? Чтобы человек поделился все-таки вообще. А так ли он видел себе семейную жизнь? Так ли она это себе представляла? Так ли она видела ваши взаимоотношения? Можете так и спросить. А какими ты наши взаимоотношения видела, когда мы женились? Как? И вот когда человек вам это проговаривает, возможно, не с первого, не со второго, не с третьего раза. Но вы поставили вот это, знаете, уже на такие рельсы, что вы открываете, и вы целенаправленно выделяете время, как бы не было тяжело, чтобы поговорить, пообщаться от сердца к сердцу. Вот здесь вы можете найти те самые бриллианты, которые хранятся в каком-то древнем чулане. И вот так смахнуть с них пыль. И когда вы поймете, что все-таки хочет от вашей семьи, от жизни ваша жена, вы вспомните, что хотите вы, ведь это ваши общие были цели. Не только кто-то один что-то хочет, это всегда что-то общее. И может быть пора уже какой-то общий курс, направление, уже чтобы что-то общее вас объединяло. И только тогда вы поймете, в чем причина всех плохих настроений. Потому что женщины могут не знать. Да, что я говорю, они не знают иногда, в чем причина плохого настроения. Они не могут ответить, что их беспокоит. Им иногда сложно справляться со своими чувствами. У них не такое логичное мышление, как у мужчин. Они больше на платформе чувств эмоций. Мужчина больше на платформе логики, разума, просчетливости. Иногда тоже впадая в эмоции. По-другому мы мыслим. И вот именно поэтому, именно поэтому к женщине нужно вот так дорожку проложить к ее сердцу. И помочь ей открыться и найти те смыслы, которые она вкладывала в вашу будущую семью, когда выходила за вас замуж. Какие вы смыслы вкладывали в будущую семью? Это тоже какая-то рубрика от сердца получается, друзья. Но мне хочется сейчас честно и искренне просто вот об этом поговорить. Потому что вы же все это знаете и вы все это слышали. Но ссоры опять случаются. Не, ну ссоры, конечно, будут. Вопрос, как вы это решаете. А может быть вообще это видео зря? Напишите в комментариях. Актуальна ли эта тема или нет? Отзывается ли это у вас в сердце или нет? Но я считаю, что важно об этом говорить. И когда начнется такой диалог, и к сожалению, даже из этого видео, то, что я сказал, возможно, вам не даст полное понимание и картину, что это за путь. Потому что, чтобы мне понять, что это за путь, как минимум, мне пришлось год погружения вот в это все. И то я еще только учусь, и мне тяжело. Хотя здесь я все знаю. На уровне теории все знаю. Делать тяжело. Сердце открывать другому человеку тяжело. Искренне интересоваться другим человеком – вот что тяжело. Работа, рутина что-то затягивает. И это постоянная работа над собой. То есть это видео не о какой-то новой информации или лайфхаке, или психологии, как выстроить отношения. Это видео о том, как, зная все это, наконец-то это реализовать. И чтобы это было искренне и от сердца. Я однажды проходил одну практику. Я ездил в мужской лагерь. Там была тренинговая практика, которая просто перевернула мое сознание. Я не буду погружаться в подробности. Но суть в том, что можно было вырулить. Задача была вырулить определенную ситуацию. И чтобы эту ситуацию вырулить, нужно было только одно. Никакие манипуляции, заключения от ума, знания, опыт, мудрость, опыт веков. Ничего не помогало. Выбраться помогло бы только одно. Честность с самим собой. Открытость от сердца. И чтобы все люди это увидели и почувствовали. И знаете, какой это момент? Это момент, когда вы сами себя не знаете. Когда я сам себя не знал, какой я есть на самом деле. Настолько мы в чулане храним вообще все свои чувства, эмоции, все наши жизненные ценности. Когда мы сами не знаем себя. Я не знаю сам себя. И я в процессе начал проявлять. Старался быть более честным, искренним. И все искренне, искренне. Потому что вижу, не получается. Но я старался, старался. Больше душевности, сердца. Залезал в глубину просто куда-то. Были слезы у меня. Но это были слезы не от какого-то отчаяния или слабости. Это были слезы силы. Когда ты соприкасаешься с собой настоящим. И это так тяжело. Иногда такая правда тяжелая о самом себе всплывает. И вот у меня на какой-то момент получилось быть честным с самим собой. И то, что я сказал публично, люди почувствовали искренность. И я в положенное время вышел из этой ситуации. И я понимаю, что так надо жить каждый день. Мне в этой ситуации было так сложно это сделать. Так это тяжело. Так надо жить. И я понимаю, что мне в этом видео не передать все эти методики, смысл. Потому что это не на уровне ума. Это надо прожить. Но я это видео хотя бы записываю для того, чтобы вы знали, что так можно. И есть такой путь. И чтобы вы его сами начали искать. И дело не в каком-то секретном тренинге или книге. Просто научитесь сердце открывать и вести диалог. Вот о чем я хотел сказать. Не будет тогда орущей несчастной жены. Не будет тогда несчастных детей. Не будет тогда напряженной атмосферы в доме. И тогда вы будете с радостью туда приходить. И тогда жена вас будет ждать. И она будет счастлива. И много-много проблем. Они решатся сами собой. Друзья, что думаете по этому поводу? Наговорил я много всего. Напишите, пожалуйста, в комментарии. Лайки. Подписка на канал. И комменты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok